Доброе утро, Вьетнам! Доброе утро, Вьетнам! Все еще живой, все еще несущий ерунду и иногда подключающийся к небесному эфиру качественного саунда. Прямо на волнах Radio Hospice, последнего нормального радио, отправляющийся ко всем чертям цивилизации. Доброе мать вашу! Утро! Пристегните ремни, лодыри! Я провожу вас в последний путь этим прекрасным утром. Сегодня можете называть меня просто Доктор Апокалипсис. И для начала я подготовил вам зубодробительную композицию «I feel good» в исполнении незабвенного Джеймса Брауна. Here we go, amigos! Или, как говорят русскоязычные космонавты, поехали! Доктор Апокалипсис Чугунных оград мертвыми глазами провожали его студибекер. Как ни странно, здесь горели фонари, даже слишком ярко для такого места. Они превращали ночь в монохром дешевых черно-белых комиксов, с легким уклоном в желтизну, как на последней странице газеты, слишком долго пролежавшей под батареей. Гипертрофированно четко выделялось все, что попадало в их расходящиеся лучи, а тень обрывалась абсолютом черных провалов. Без всякой надежды на компромисс полутонов. Мелко моросящий дождь практически ничего не менял. Напротив, он играл в той же лиге, добавляя картине типографского шума. Дом русского дворянина и в прошлом французского подданного Анатолия Бекчатова стоял чуть в стороне от остальных особняков. И даже теперь, в общем обветшании и упадке, он умудрялся сохранить некоторый налет аристократичности. Впрочем, фонари не церемонились и с ним.